Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Говоря о самых значимых событиях минувшей недели, начать, конечно же, нужно с дня знаний. В этом году пороги саровских школ впервые переступили более 900 первоклассников. В свою очередь, ряды десятых классов пополнили около 550 ребят. Самым востребованным среди школьников нашего города по традиции остается естественно-математический профиль, доказательством чего служит успех 15-го лицея, который по итогам года вошел в сотню лучших школ России. О том, как в Сарове отметили День знаний и с каким настроением ребята пришли на линейки, расскажем прямо сейчас. У Ани Ежовой это 1 сентября особенное. Она не просто пойдет в первый класс, она будет учиться в той же школе, которую закончил ее старший брат, мама и даже бабушка. Выбор в пользу лицея номер 15 мама Аня Ольга сделала сознательно. Я думаю, что много будет у нас и праздников, и учебных мероприятий. В общем, здесь настолько замечательно организована вся работа и с детьми, и с родителями. 1 сентября день, который для некоторых школьников овеен грустью. Лето подошло к концу, а впереди домашние задания, уроки и оценки. Вспоминая свои годы, проведенные в стенах 15-го лицея, Ольга Ежова признается, что тогда учиться было проще. И дело даже не в сложности школьной программы. За детей переживаешь больше, за их успехи, конечно, и радость выше, за их достижения, за их неудачи расстраиваешься больше. 1 сентября – это день, когда педагоги с большим воодушевлением отправляются на работу, чтобы увидеть, как изменились повзрослели мальчишки и девчонки за прошедшее лето. Встретить первоклашек и в последний раз на празднике осени увидеть выпускников. Мы без детей свою жизнь не представляем. Каждый учитель в любом случае 1 сентября ждет. Приходят новые дети, новые задумки, новые успехи, новые достижения. И, конечно, это праздник. Учеба в школе – дорога с двусторонним движением. Для первоклашек впереди много кропотливой и интересной работы над собой. Для учителей – возможность реализовать свои инноваторские задумки и покорить новые горизонты преподавательского мастерства. Другим важным событием минувшей недели стал визит в наш город депутата Государственной Думы Александра Курдюмова. В первую очередь парламентарий приехал лично пообщаться с саровчанами и призывать их не молчать, а честно рассказать о наболевшем. Призыв был услышан, и вместе с собой Александр Курдюмов увез из города более полусотни обращений. Недостроенная наркология, снятая с ветеранов труда льгот и бездействия органов ЖКХ – очереди на землю для многодетных семей. На встречу с депутатом Государственной Думы жители Сарова пришли с самыми наболевшими вопросами. Александр Курдюмов всех внимательно выслушал и дал универсальный совет, как сделать, чтобы жалобы не остались лишь криком души, а принесли свои реальные плоды. Я просто вас прошу всегда жаловаться. Если у вас есть претензии, обязательно писать. Если вам не отвечают на ваше письмо в течение 30 дней, значит пишите мне. Мы тогда сами уже с этим будем разбираться. Договорились? А если что, можете прокуратуру написать на этого чиновника, что он не отвечает на ваше письмо. Это тоже все очень просто. Поэтому каждую жалобу народный избранник просил подкреплять письменным обращением, заполнить которое можно было прямо на встрече. Да и саму встречу Александр Курдюмов предпочел называть приемом граждан. Он подчеркнул, что приехал узнать о проблемах, с которыми сталкиваются саровчане, и по возможности помочь с их решением. Всего из Сарова депутат увез более 50 обращений. Мы по любым письмам, обращениям подаем запрос. В первую очередь, конечно, мы должны понимать, что происходит, а потом уже будем смотреть, где есть нарушение закона в отношении граждан. По словам Александра Курдюмова, как показывает практика, из 10 обращений удается помочь по 6. Результат, конечно, не стопроцентный, но очень неплохой. Самое главное, по мнению народного избранника, не замалчивать свои проблемы. Те, кто готов отстаивать свои права, в результате останутся в выигрыше. Вот вы пришли, слава богу, вам повезло. Я сейчас направлю в отношении вас, и вам помогут, понимаете? А другие-то не ходят, другие-то сидят. Кто не ходит никуда, в отношении того ничего не решается, понимаете? Это был первый визит Александра Курдюмова в Саров в качестве депутата Государственной Думы. Но, как пообещал сам народный избранник, не последний. В планах посещать наш город раз в квартал. Если не будет проблем со въездом. Помочь предпринимателям в решении сложных вопросов, наладить взаимоотношения между бизнесом, властью и ядерным центром, создать площадку для обмена опытом. Эти задачи ставит перед собой Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова. Очередное собрание организации состоялось на днях. На ней руководители НКО отчитались о проделанной работе, а также поздравили одного из членов Ассоциации, компанию «Саровинвест» с победой в конкурсе правительства Нижегородской области «Инвестиционный проект года». Как прошло заседание Ассоциаций промышленников и предпринимателей, а также что такое конкурс «Инвестиционный проект года» расскажем прямо сейчас. Конкурс «Инвестиционный проект года» правительство Нижегородской области проводит вот уже 12 лет. Его номинантами становятся наиболее значимые для региона проекты в различных отраслях экономики. В этом году конкурс проводился по восьми номинациям, среди которых инвестиционный проект в сфере жилой недвижимости. Позвольте от всей души поздравить заранее всех победителей этой премии и заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ваши проекты были успешны и чтобы мы вместе с вами гордились вашими результатами. Победителем в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от Министерства экономического развития Нижегородской области. Огромное спасибо за оценку. Приятно осознавать, что усилия потрачены зря. Это лишь первый этап нашего большого проекта. Мы обещаем, что в будущем будем удивлять новыми проектами и их реализацией. Проект «Саровской ривьеры» не в первый раз отмечен специалистами строительного рынка и региональным правительством. Прошлой осенью при посещении Сарова в Рио губернатора Глеб Никитин высоко оценил уровень возводимого жилого комплекса и выразил надежду, что все застройщики региона будут стремиться к такому качеству. А год назад, в сентябре 2017-го, «Саровская ривьера» стала финалистом третьего градостроительного конкурса «Минстроя РФ». Проект жилого комплекса был представлен на ВДНХ в рамках 4-го российского инвестиционно-строительного форума. «Саровская ривьера» – это проект, которым огромное внимание уделено деталям и благоустройством. Мы попробовали и, наверное, успешно создали по-настоящему комфортную среду для жителей с помощью различных проектных решений. В сегодняшний момент «Саровская ривьера» стала уже центром протяжения не только жителей, но и гостей Сарова. Проект комплексного освоения территории «Саровская ривьера» – это 54 гектара земли, на которых в общей сложности будет возведено порядка 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проект продолжает развиваться, продолжаются работы по благоустройству и строительству. Скоро появятся новые дома, а прогулочная набережная с зелеными газонами, декоративными деревьями и дизайнерскими лавочками протянется от Красного дома до плотины. Ее общая длина составит 3 километра. Ассоциация промышленников и предпринимателей появилась в Сарове чуть меньше года назад. Инициаторы ее создания утверждают, в городе давно не хватало такого связующего звена между бизнесом, органами власти и городообразующим предприятием. Организация нацелена не только на помощь представителям как малого, так и среднего бизнеса, но и на их объединение. Это то место, куда предприниматели могут прийти и сказать, что их не устраивает при взаимодействии с органами власти, что их не устраивает при оказании услуг городообразующему предпринимателю. Или наоборот, чем-то погордиться и поделиться своим опытом для того, чтобы кто-то другое это перенял. На очередном собрании ассоциации выступил глава города Александр Тихонов. Он рассказал, какую роль играет Саров в обсуждаемой стратегии Нижегородской области и какие предложения в этот документ были направлены от нашего города. Председатель президиума организации Сергей Тарасов рассказал о том, что было сделано ассоциацией за последние полгода, а также поздравил собравшихся со вступлением Саровской организации в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Мы с вами вступили в ассоциацию промышленников и предпринимателей Нижегородской ассоциации. Вот она. Нам получили это справедление, поэтому мы сели полноправные члены ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской нашей группы. Также Сергей Тарасов поздравил члена ассоциации, компанию Саров Инвест, с победой в конкурсе правительства Нижегородской области «Инвестиционный проект года». Он вручил директору компании Павлу Харитонову памятные подарки и пожелал дальнейших успехов в реализации значимых для Сарова проектов, таких, каким стал жилой комплекс «Саровская ривьера». В финале заседания исполнительный директор ассоциации Татьяна Белина подчеркнула, что предприниматели могут обращаться в организацию со всеми вопросами по адресу улицы Железнодорожная, дом 4, кабинет 19 и по телефону 258-04. Все необходимые мероприятия для запуска рабочего движения по новой автомагистрали Саров-Кременке завершены. Дорога номер 203 от улицы Березовой до 4 КПП открыта для движения. Последним шагом для того, чтобы новые транспортные ворота заработали в полном объеме, станет запуск нового контрольно-пропускного пункта. На выездном брифинге для СМИ руководство городской думы, администрации ядерного центра и Саровской дивизии отчитались о проделанной работе по строительству новой дороги и раскрыли перспективы развития сети значимых для саровчан автомагистралей. Более 10 лет обсуждений и два года самой стройки долгожданной дороги Саров-Кременке, которая, наконец, избавит горожан от автомобильных пробок на 3-м КПП и сократит путь до Нижнего Новгорода. 3 сентября состоялось открытие движения по новой дороге в рабочем режиме. Мы считаем, что все обязательства, которые брала область, дорога от Сарова до Кременок выполнена. И губернатор обещал открыть рабочее движение 1 сентября. Рабочее движение мы сегодня, собственно говоря, и откроем. Дорога открыта, но не открыта. До полноценного начала движений по 203-й дороге от улицы Березовой до 4-го КПП и далее до Кременок придется подождать еще несколько недель. Как оказалось, сделано не все. Еще ведутся работы на различных участках дороги, да и контрольно-пропускной пункт не готов к приему большого потока людей транспорта. Данное КПП должно пройти апробацию. Мы должны отработать все системы безопасности, провести пусконалочные работы по пропускному режиму, чтобы потом, когда оно будет открыто, не возникало никакого вопроса, трудностей и каких-то недопониманий. Руководитель генподрядной организации рассказал о том, как шло строительство дороги, с какими трудностями пришлось столкнуться при проведении работ на различных этапах и заверил, что в течение недели будут закончены все работы. На сегодняшний день практически все работы завершены. По строительству дороги выполнено земполотно, дорожная одежда, построены все искусственные сооружения, установлены все дорожные знаки, барьерные ограждения. И только остались у нас закончены эвакуационные работы, которые при дорожной полосе выполняются. В итоге сроки начала массового движения через Северные ворота отодвигаются в лучшем случае на вторую половину месяца. Хотя заградительные объекты были убраны 1 сентября, и горожане активно используют новую дорогу не только в качестве прогулочной зоны, некоторые уже лихо гоняют на автомобилях, а вот включить освещение на 203-й дороге руководство города обещало лишь через неделю. Парк культуры и отдых имени Зернова отметил свое 70-летие. По случаю юбилея там прошла большая праздничная развлекательная программа для жителей города. Ее подготовили участники второго отраслевого фестиваля «Зато всем весело». На протяжении трех дней делегации из городов в присутствии госкорпорации «Росатом» показывали зрителям свои игровые программы под открытым небом. В свой 70-й день рождения парк имени Зернова отпраздновал с размахом мыльные пузыри, песочная анимация, караоке и многое другое. Саровчане смогли насладиться выступлениями различных творческих коллективов, а также поучаствовать в конкурсах и получить за это сладкие призы. Мне все понравилось. Я танцевала и пела, и чубачопцы получала, и жетоны. Мне сегодня понравилось все, абсолютно все. Здесь и оркестр, и люди одетые. Вот, к примеру, там пекарь, грибы ходят. Здесь достаточно весело. Сегодня в парке строится новая детская площадка. В планах реконструкция набережной и появление лодочной станции. Но и это еще не все сюрпризы, которые ждут саровчан. В день 70-летия в парке имени Зернова появился новый аттракцион. Сегодня, в день 70-летия, мы с огромным удовольствием передаем в дар городу и парку, собственно, горожанам, вот этот чудесный аттракцион. Это пони и тележка. Очень бы хотелось, чтобы все это добавило детских улыбок, радости и вот ощущение бесконечного позитива в нашем замечательном парке. В честь юбилея в парке прошел фестиваль «Зато всем весело». Команда из восьми городов системы «Зато» привезли в наш город 13 тематических программ. Одна из таких – «Воробьиная дискотека» была представлена аниматорами Ириной Сусловой и Татьяной Войновой из города Заречного. Участники фестиваля приехали в Саров обменяться опытом, получить новые впечатления и, конечно, поздравить парк имени Зернова с юбилеем. Мы пожелаем, чтобы ваш парк расцветал, процветал, чтобы как можно больше людей сюда приходило, чтобы получали такие же эмоции, которые мы сегодня получили. И, конечно же, чтобы к вам почаще приезжали гости, ну и вы к нам тоже приезжаете. А самое главное – приятно учиться у таких тоже профессионалов, как и вот ваших специалистов города Саров. С днем рождения, парк! Ура! В новом учебном году в системе образования произошел ряд изменений. В школьную программу введено преподавание астрономии. Изменились правила награждения медалями, появились всероссийские проверочные работы для учеников седьмых-восьмых классов. В нашем городе открыли коррекционный класс для детей с нарушениями речевого развития. Создали ресурсный центр по работе со школьниками с ОВЗ. А педагогические коллективы пополнились новыми кадрами. Свою карьеру в стеноксаровских школ начали 18 молодых учителей. Каждый урок – это экзамен для учителя. К своим занятиям молодой педагог Мария Макеева готовится тщательно. В этом деле нет мелочей, внешний вид, манера поведения и способ подачи материала. Все это без сомнений оценят и заметят ее маленькие подопечные. Учителем начальных классов Мария мечтала стать с детства. Сразу после окончания педагогического колледжа в Лукоянове по распределению приехала в Саров. И уже в начале сентября пополнила ряды педагогического коллектива пятой школы. Сначала было как-то даже страшно, не по себе, все-таки второй класс, а не первый, а я первый год. Ну а так дети меня приняли, и родители очень понимающие, поэтому мне с классом повезло. Мария готовит для своих подопечных оригинальные уроки в формате мастер-класса. На видеодоске учитель демонстрирует авторскую презентацию, которая позволяет ребятам с помощью игровой программы раскрыть творческий потенциал и усвоить урок на отлично. Такой новый подход по душе ученикам. Привыкнуть к новому учителю и к новой программе им удалось быстро. Учит нас всему, с ней учиться нравится. Она очень красивая, добрая, мы ее очень уважаем. С этой учительницей можно учиться на одни пятерки. Она нам очень сильно знания дает, хочет, чтобы мы были умными. А вот Екатерина Саменкова свое педагогическое мастерство оттачивает в должности дефектолога. В эту профессию девушка пришла благодаря своей семье – маме, бабушке и дедушке, педагогам со стажем. Закончив Саранский педагогический институт, Екатерина, не раздумывая, пришла работать в родную пятую школу. Дефектолог – это специалист, он работает с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Он помогает им усвоить образовательную программу, то есть, чтобы он успевал по всем предметам, всесторонне развивался. И также идет работа над развитием психических процессов, то есть, внимание, память, мышление, речи, ну и так далее. Всего в этом году в Саровские школы пришли 18 молодых специалистов. Все они только в начале своего педагогического пути. И, быть может, когда-нибудь воспитанники этих молодых педагогов станут победителями Олимпиад и достигнут успехов в учебе. До открытия нового юбилейного сезона в Саровском норматическом театре остались считанные дни. На сцене последние репетиции премьерного спектакля. В цехах финальные штрихи в подготовке костюмов, декораций и реквизита. Как идет подготовка к 70-му сезону в театре, выясняла наша съемочная группа. На финальных репетициях все как во время премьеры. Декорации расставлены, реквизит разложен по своим местам, свет и звук режиссеры на местах. На артистах уже готовые костюмы и играют они так, как будто бы на премьере. Юбилейный сезон в театре откроет комедия «Сумасшедшая квартирка» в постановке Сергея Кутасова. Пьеса о любви, о том, как молодой разорившийся граф попадает в чудовищные предлагаемые обстоятельства, в которых его спасает простая горничная. Спектакль поставлен по произведению Клода Манье в жанре комедия положений. По мнению режиссера, смотреться из зала она будет легко, а игра артистов, исполняющих главные роли, выше всяких похвал. И это результат нескольких недель репетиций. Он очень такой динамичный спектакль, очень подвижный в смысле именно, простите, за тавтологию движения на сцене, траты физической, восприятий очень ярких оценок фактов и событий актерами. В юбилейном сезоне Саровских театралов ждет множество спектаклей. Это и литературная музыкальная зарисовка по произведениям Булата Куджавы и другие интересные постановки. А под Новый год и маленьких, и больших зрителей порадуют знаменитой сказкой писателя Льюиса Кэрролла. В принципе, «Алиса в стране чудес» это такая сказка на вырост. И вот я не знаю, как мы окончательно обозначим жанр, но пока что режиссер предлагает такой жанр, как оверсайз история, то есть история на вырост. Откроется юбилейный 70-й театральный сезон уже 7 сентября. Эту постановку стоит посмотреть. Она настолько легка и весела, что позволит зрителю отключиться от накопившихся забот и хлопот на 2,5 часа. К созданию стратегии социально-экономического развития Нижегородской области подключились более 400 экспертов регионального и федерального уровня. Перед ними стояла задача создать детальный план развития, который определит будущее региона более чем на 10 лет вперед. Основные направления стратегии это повышение уровня жизни, создание комфортной среды, развитие инфраструктуры и социальной политики. Подробности далее. Пространственное и экономическое развитие человеческий капитал. Вот три основные составляющие стратегии развития Нижегородской области. Логически ее можно разделить на две части. Первый с 2019 по 2024 год и второй соответственно с 2024 по 2025 год. Перед нами поставлены задачи, перед нами поставлены разработанные пути решения этих задач и мы должны все активно в этом участвовать, чтобы нам всем жилось лучше на территории Нижегородской области. Обсуждение стратегии развития региона проходили на различных уровнях и во всех субъектах области. В результате было получено более 500 тысяч предложений по улучшению жизни в регионе. В реализации стратегии развития каждый город играет свою роль. Сама стратегия говорит, что вот где на какой территории что-то лучшее есть, то и должно развиваться. федеральный ядерный цел, разработки на благо обороны страны, компьютерные технологии для всех, лазерные технологии для Нижегородской области, для всей страны. Итогом нескольких месяцев работы стал документ «Проект социально-экономического развития Нижегородской области». В ближайшее время он пройдет процедуру широкого общественного обсуждения. И стратегия, которая представлена на суд жителям, охватывает все стороны жизни. Народ заинтересован в том, чтобы эта стратегия была, и чтобы было понятно, что нас ждет в 2024 и в 2035 году. 9 сентября, в день выборов губернатора Нижегородской области, на избирательных участках будут работать общественные комиссии, где каждый саровчанин сможет проголосовать за стратегию развития Нижегородской области. Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем, но мало кто знает, что в большинстве регионов России успешно действует региональный материнский капитал. В этом году в законодательстве произошли изменения, которые коснулись преимущественно использования денежных средств маткапитала. Правительством было принято решение несколько расширить этот перечень, как на федеральном уровне, так и в регионах. Подробности далее. Программа регионального материнского капитала действует в области с 2011 года. Сначала сумма была 25 тысяч, с 1 января 2017 года ее увеличили до 100 тысяч. Также были расширены направления реализации регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий и медицинской помощи, можно оплатить обучение как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Для этого нужно представить договор и квитанция об оплате. И мы часть этих денег, то есть не все 25 тысяч, а из этих 25 тысяч оплачиваем образование ребенка, то есть и детский сад, и даже если школу искусств куда-то ходит, то есть образовательный процесс, все мы оплачиваем. Новшеством стало направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые им необходимы для социальной адаптации и интеграции. Покупка должна быть сделана в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Это средства реабилитации, коляска ли, слуховой ли аппарат, что-то приближено, но опять-таки должно по ИПР быть, ну есть там некоторый перечень документов, которые необходимо нам предоставить, и мы опять-таки из регионального материнского капитала возместим вам ваши затраты. Ситуации бывают разными, и деньги могут потребоваться срочно. Региональный материнский капитал как мера социальной поддержки предусматривает и единовременные выплаты. В этом случае нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Из этих региональных материнских капиталов 25 тысяч и 100 тысяч можно единовременно размер 10 тысяч получить без всяких справок, без всяких квитанций, чеков. Это просто на нужды первой необходимости. так называемые. Всю необходимую информацию можно уточнить в управлении социальной защиты на проспекте Мира 15 в кабинетах 104 и 105, а также по телефонам 755-83-7-89-31. 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. На сегодняшний день в нашем городе работает ряд организаций, активисты которых оказывают безвозмездную помощь незащищенным категориям граждан. Волонтеры регулярно проводят благотворительные акции, посещают детские дома и центры социальной помощи. Несколько лет назад в Сарове была создана волонтерская группа движения на встречу. Подробности о ней расскажем в следующем репортаже. Волонтеры группы движения на встречу стали добрыми друзьями для воспитанников Темниковского и Потминского детских домов. Руководитель добровольческого отряда Милана Кузьменко объединила вокруг себя единомышленников, всех, кто готов бескорыстно помогать ближнему. Раз в месяц волонтеры собираются вместе и отправляются к своим юным подопечным с подарками и интересной участвует обычно от 10 до 20 человек, кто свободен в этот день, у кого есть желание, кого мы можем с собой взять, потому что не всегда, к сожалению, у нас хватает транспорта, мы ездим на собственном транспорте. Но лично я после возвращения оттуда я испытываю какой-то колоссальный внутренний подъем. Мне очень нравится общаться с этими детьми. Каждый раз волонтеры приводят детям все самое необходимое – вещи, игрушки, канцелярские товары. Готовят интересные мастер-классы, в которых ребята участвуют с большим удовольствием. Горящие детские глаза, улыбки и живое общение – вот то, в чем, по мнению волонтеров, по-настоящему нуждаются ребята. Мы им нужны в первую очередь. И они нам также нужны, что не видно. То есть мы же не тратим все свои силы на них, это не через силу, не через «не хочу». Нам просто очень нравится. И мы туда приезжаем просто как в гости к друзьям. И видно, что они нас ждут, что даже вот между поездками мы всегда с ними списываемся, созваниваемся, всегда в курсе того, что у них происходит. В конце сентября волонтеры движений на встречу вновь отправятся в детский дом. Чтобы принять участие в благотворительной акции и помочь детям-сиротам, достаточно просто написать организаторам волонтерской группы движений на встречу ВКонтакте или позвонить по телефону 8-920-051-85-95. Во Дворце детского творчества открылось новое творческое объединение «Скетч Плюс». За один учебный год школьники приняли участие в серии связанных между собой мастер-классов, благодаря которым ребята смогут почувствовать специфику каждого инструмента художника. Подробнее о новом объединении расскажем в следующем сюжете. Новый учебный год во Дворце детского творчества «Новый педагог» и, как следствие, новое объединение художественной направленности «Скетч Плюс». Елена Лемясева приглашает детей освоить технику быстрых зарисовок. И это идеальный жанр для начинающего художника. Такие рисунки довольно простые, они позволяют почувствовать уверенность в своих силах. Он очень хорош как раз для начинающих художников, для того, чтобы освоить материал и быстро набить руку, для того, чтобы перейти уже к более серьезным работам. Особенность скетча в том, что рисунок выполняется достаточно быстро. Это позволяет художнику за 30-40 минут представить зрителям законченную работу. Все, что нужно, это лист бумаги и желание творить. Инструменты можно использовать самые разнообразные, от простых карандашей до профессиональных фломастеров и акварели. Скетчи подразумевают разнообразие материалов, собственно, поэтому у нас и плюс, потому что мы не будем с детьми работать одним материалом, мы будем пробовать все. Эта техника настолько проста, что не требует навыков профессионального художника. Скетч развивает творческие качества, внимательность, умение поймать момент и видеть хорошую композицию. За год ребята научатся рисовать скетчи гелевыми ручками, маркерами и красками, чтобы каждый смог определиться, что ему ближе, с чем интереснее работать и найти свой стиль. Начинать будем с простого, с упражнений, всяких заливок, пробовать, как этот материал работает. Дальше скетчи у них будут каждую неделю. Уроки будут включать в себя и академические нотки. Елена познакомит ребят с законами композиции, перспективы, светотени, а также научит не бояться испортить скетч и начать все сначала. Ластик на занятиях не понадобится. Дети научатся спокойно относиться к своим ошибкам и превращать их в достоинство своей иллюстрации. Хоккейный клуб Саров одержал победу на традиционном предсезонном турнире в Тольятти. Соперником нашей команды стала команда из Самары. Наши спортсмены действовали решительно и не оставили противнику никаких шансов. Благодаря слаженной работе в атаке сарусских хоккеисты забили три безответные шайбы. Галкипер ХК Саров сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении всех 60 минут игрового времени. По итогам предсезонного турнира хоккейный клуб Саров занял почетное второе место, проиграв единственный финальный матч. Михаилу Исаяну турнир Кубоклады в Тольятти запомнится не только вторым местом и серебряными медалями на груди. Молодому спортсмену ХК Саров удалось заработать звание лучший нападающий. Такой успех хоккеист описывает просто и одеял на себя не перетягивает. Потому что с партнерами удалось хорошо сыграть. Чувствовали друг друга. Ребята сейчас молодые в команде в принципе. Но любят играть в пас. Хотят играть. И скорее всего было желание. И много скажем так забивали, отдавали. И поэтому все так и сложилось. Главный тренер команды Игоря Веркина о достижениях своих подопечных говорит со смесью гордости и легкого сожалению. Ему как тренеру конечно хотелось завоевать первое место. Турнир был очень полезен. С той точки зрения что немножко и по тактике посмотрели где мы минусы у нас. И с той же ладой сыграли это соперник который в прошлом году играл в КХ. Хотели себя проверить. Выиграли ребята. Молодцы. Вернувшись с Тольяттинского предсезонного турнира наша ледовая дружина не стала долго почивать на лаврах серебряных призеров. Тренерский штаб использует любую возможность наиграть опыт. Проверить связки игроков и отточить тактики. Следуя этой логике Игорь Аверкин согласился устроить тренировочную игру с нижегородской командой «Чайка». Ну мы пошли им навстречу и нам было полезно сыграть с молодой задорной командой которая бегает толкается где-то опыта не хватает но они потрепали нас сегодня так скажем. Команда «Чайка» играет в молодежной хоккейной лиге и с саровским клубом и нижегородским торпедой их связывают давние партнерские и дружеские отношения что не помешало саровчанам и нижегородцам биться на льду до последнего. Итоговый счет на табло 4.2 в пользу наших ребят. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин